Все готово к матчу девятого тура чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А. Начинают и выиграют обычно белые, но в данном случае футболисты Родина играют сильно в лазурной, как всегда традиционно домашней для себя, форме. Никого не оказалось вблизи, а вот здесь Медадзе вблизи. Ворот Дземина выбирает голкипера и уже незащищенные им воротом вторым касанием отправляет мяч. Воспользовался он ошибкой между защитником и голкипером команды соперника. Здорово разобрался над штрафной площадью. Ничья с Розичем, поражение против Зеленограда, но по ходу этой игры они дважды вели в счете. Но при этом смотрите сколько много забивает команда Романа Рогова. Но в данном случае им во второй раз в этом матче приходится вытаскивать мяч из собственных ворот. Мы можем ждать в этой игре очередной камбэк в исполнении команды хозяева. Возможно пропущенные голы где-то позволят им раскрепоститься. Прорыв по левому флангу. Есть у них так свободное пространство. И здесь даже втроем футболисты Родины каким образом не могли препятствовать этому проходу. Прощают от возможного разгрома команду хозяев. Беспрятственно оказался один вообще перед воротами соперника. Подавать будет, наверное, Ари Пулин. Стандартовое исполнение всегда таят угрозу после одного из них. Удалось сравнять счет футболистам Родины в прошлом туре. И этот корнер тоже становится результативным. Удалось опасную атаку. Конвертирует в забитый год футболистам Родины. Отметим великолепную подачу Рифулина. Скидку партнера. Прорывается атака через правый фланг. Рифулин прострел. Павлов удар в касание. Теперь уже Перекладина. А после которой мяч оказывается за линией ворот. А значит это гол. Великолепную атаку привели через правый фланг футболисты Родины. Ари Пулин здорово прострелил. Увидел он Павлова. И тот от Перекладины отправил мяч за ленточку ворот. 2-2. Только сейчас заброс мяча на Иванова работает. Прострел. Медадзе бьет и выводит свою команду вперед. Секундная потеря концентрации. И полностью контролируемый ход игры оборачивается для футболистов Родины третьим пропущим мячом. Обидно должно быть футболистом Родины. Блокироваться это удар Павлова. Сейчас нужно доработать. Не позволить Писареву убежать. В итоге есть контакты нарушения правил. Получает желтую карточку. Аверьянов. Вот эти жесты, конечно, нужно исключить. Из своей жестикуляции. Истребляется сам в атаку, подключая розыгрыши мяча. В том числе и Халибегова. Подача. Наталью Штангу. Удары. 3-3. Вновь Джокер. Древно приносит команде. Такой важный гол. На поток поставили такие камбэки команда Романа Рогова. Здесь в центральном круге. Опасно прямой ногой идет. Футболист команды Летнего Дождика. А теперь у нас уже звучит финальный свисток, который фиксирует результативную ничью в матче Родины и Летнего Дождика.